28 декабря уже прошлого года депутаты городской думы большинством голосов приняли решение заключить договор делегирования с Даугавпилским олимпийским центром о передаче 10 спортивных объектов. Служебные гостиницы, Ледового дворца, Спортзала Дворца культуры, Боксерского зала, Тира, здание спортшколы на улице Кандавас, Легкоатлетического манежа, Стадиона Строитель, Базы Дзинтериндж и Спидвейного стадиона Локомотив. Владеть этими базами по-прежнему будет самоуправление, но их обслуживанием займется уже не управление спорта, а Олимпийский центр. Такая практика успешно осуществляется в нескольких крупных городах страны. Мэр уже ранее подписал этот договор, а в минувший четверг свою подпись под документом в присутствии юридического директора Латвийского олимпийского комитета Ратиса Кесариса и финансового директора Лок-Алдиса Абулыньша поставил руководитель Даугавпилского олимпийского центра Олдис Пастерс. Уже с середины февраля базы будут находиться в управлении нашего олимпийского центра. Сейчас же на объектах проводится инвентаризация, правда, проверить всю документацию пока нет возможности. Мы просили уже некоторое время назад, и наша бухгалтерия просила. Мы запрашивали письменно несколько раз именно методику ведения бухгалтерии, также контуапгрозы ими, также там касса изглавная, грамота, доходную часть по составу, по месяцам. Да, ну, скажем так, вяло это идет вперед, поэтому такой полной, полной картины, полной картины ситуации, полной картины происходящего, увы, еще нет, да, но этот пазл складывается тут потихонечку. Ну, я думаю, что есть еще время до середины февраля, что мы, скажем так, с этим ознакомимся, и, по крайней мере, тогда мы сможем выйти с какими-то, скажем, своими предложениями, своими какими-то пожеланиями, может быть. Долговпилский Олимпийский центр до сих пор не получил от управления спорта и другую необходимую документацию. Зато обслуживающему базу персоналу специалисты организации успели прислать предупреждение о передаче объектов, чем вызвали беспокойство и массу вопросов у сотрудников. Причем окончательный вариант этого письма даже не был согласован с руководителем Олимпийского центра. Мы видели немножечко другую форму, да, ну, управление спортом, оно выдало в таком виде, в каком выдало, да, но она юридически, скажем так, знаете, могут быть разные мнения, как это звучит, да, потому что этот Брейден Аймс звучал так, что Олимпийский центр принимает всех работников согласно нового утвержденного штатного расписания на 2016 год, да, но мы, скажем так, это утвержденное штатное расписание получили вот буквально только сегодня, да, и сегодня вот мы можем, можем, наши работники могут уже готовить, скажем так, есть существующие трудовые договора, у нас есть копии, мы можем уже готовить уже предложения для работников, мы можем готовить уже новые трудовые договора, мы можем уже сверять те коды профессии по кодовому классификатору, да, То есть мы можем упорядочивать ту ситуацию и перенимать уже тех работников, которые нам передаются. Для того, чтобы успокоить сотрудников, на собрание в Олимпийский центр пришел и первый заместитель председателя городской думы Янис Дукшинский, который сообщил им, что никаких изменений в их работе не будет. Для работников ничего не меняется. Меняется только работодатель. Поэтому прикладывается дополнительное приложение к трудовому договору, а все условия трудового договора сохраняются прежними. Поэтому, конечно, этот переход должен быть более плавный. Они должны ознакомиться и с новыми работодателями, и с другими людьми, которые будут координировать их работу. Поэтому наша главная цель совместно – работать так, чтобы этот договор делегирования был более эффективным, чем раньше. Руководитель Олимпийского центра, проинспектировав городские спортивные объекты, оценил их состояние. Многие нуждаются в капитальном ремонте. Например, зал Дворца культуры, где проводят игры новой женской баскетбольной лиги команда Даугавпилс Университаты. Но пока вкладывать средства в этот объект нет смысла. Через полгода здесь начнется реализация европейского проекта, благодаря которому помещения будут полностью реновированы. А вот проблемы Ледового дворца нужно решать и довольно быстро. Достаточно в плачевном состоянии, там те же заливочные машины до льда в Льдовом дворце, там тот же табло, которое построено еще там при заводе ВЭФ в середине 80-х лет. И в Латвии остался в живых только один человек, который в состоянии методом тыка, там это табло, скажем, чинить, да, время от времени, когда есть необходимость. Немножечко озадачила, ну немножечко, множечко озадачила та ситуация, что на наш взгляд, с точки зрения технической, в таком плохом состоянии энергосбережения, тепловые узлы, то есть, скажем так, стоят еще, скажем так, советские времена, еще, скажем, ну даже база Дзинторинч, где есть проживание, три этажа все-таки, там 160 человек может располагаться, и там нет возможности регулировать тепло, там нет автоматического теплоузла, то есть сколько включено осенью, столько там и есть. И такая ситуация не только на базе Дзинторинч потери, тепла фиксируется на многих объектах. Именно поэтому час средств, которые город выделит на обслуживание спортивных баз, руководитель Олимпийского центра хотел бы потратить на работы по энергоэффективности, что в будущем позволило бы сэкономить на оплате за коммунальные услуги. Кроме того, Олимпийский центр будет способствовать тому, чтобы в городе проходило как можно больше спортивных соревнований европейского и даже мирового уровня. Так уже сегодня стало известно, что с 4 по 6 марта в Олимпийском центре впервые в истории Даугавпилса будут проводиться самые престижные в мире соревнования по теннису – Кубок Дэвиса. Латвийская сборная сыграет с командой Монако.